У Гомельской области будут створны комиссии для принятия решений по льготах для граждан, которые не удельничают у финансований державных выдатков. Различивать на принятие становочих решений могут люди, которые оказались тяжким житевым становящим. Сгодно с даденными инспекцией по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области, зараз что день отповедный сбор платят до 250 жихоров региона. Разом с тем, у неосенние изменения у декрет номер 3 об опереживании социальных аутроманства, продовлеживая шерох нововведений, которые уже применяются на практице. У приватности на 3 месяца протягнуты термин оплаты по выниках 2015 года. О прочтах ГО изменены подыходы по наличении выплат для некоторых категорий граждан. Перенесены сроки оплаты и вручения извещений за 2015 год. То есть декретом номер 1 установлены новые сроки. Это срок оплаты не позднее 20 февраля 2017 года. Кроме того, местным органам власти дано право освобождать от уплаты сбора физических лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также дополнен перечень лиц, которые освобождены, попали в перечень, не являющиеся плательщиками данного сбора, в частности, лица, проходящие альтернативную воинскую службу. Тоже послабление в отношении индивидуальных предпринимателей. Ключевым моментом является осуществление деятельности свыше 183 дней, независимо от суммы уплаченных им налогов. Ну вот это основные моменты, которые внесли изменения. А проча податковой инспекции, пытаниями выплаты сбора на Гомишине теперь будут займаться комиссии, которые створаются при райвыконкамах. У их состава будут включены специалисты разных сфер. Задача таких комиссий – предоставление льгот по выплате сбора людям, которые оказались ускладанной житевой ситуации. А проча того открываются специальные телефонные гаража линии. Они будут працовать в рабочие дни с 10 до 12 годин. Номеры телефона можно зайти на региональные сторонцы сайта Министерства по податках и сборах, а так само сайтах местовых органов улады. До речи усяго, поведомлений об финансовании державных расходов отримали крыху больше, чем 90 тысяч жихаров в области. Эти прямые линии будут проходить до 1 марта ежедневно. По итогам мы посмотрим форму работы данную, либо, может, продлим в дальнейшем. И, конечно, все эти поступающие звонки, ответы на них обобщим, систематизируем и постараемся довести до населения через средства массовой информации. На сегодняшний момент уже 5,5 тысяч у нас физических лиц освобождено. То есть они подали соответствующее пояснение документы. Мы рассмотрели, приняли решение об освобождении от уплаты данного сбора.